Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 13 сентября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. День собора московских святых и перенесения мощей святителя Петра Митрополита Киевского отметила Русская Церковь. Главное торжество прошло в российской столице. Важное событие в жизни Беларуси. Возведен в Сан Митрополита новый патриарший Экзарх и состоялась встреча патриарха с белорусским епископатом. Самую раннюю из известных сохранившихся и одну из самых чтимых своих чудотворных икон почтила Русская Церковь. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В праздник собора московских святых и день перенесения мощей святителя Петра Митрополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. За литургией состоялось возведение в Сан Митрополита Преосвященного Вениамина, избранного Митрополитом Минским и Заславским, патриаршем Экзархом всея Беларуси. Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Рассказывает Эльвира Гордеева. На торжественное патриаршее богослужение в главный храм страны, в праздник собора московских святых и день перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского Чудотворца, прибыла делегация архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви. За литургией святейший патриарх Кирилл совершил чиновоцведение в Сан Митрополита Преосвященного Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, патриаршем Экзархом всея Беларуси. Обращаясь к его преосвященству, предстоятель Русской Православной Церкви огласил соответствующий указ. В связи с назначением вас патриаршем Экзархом всея Беларуси, определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 августа 2020 года, журнал номер 46, вы возводитесь в Сан Митрополита и удостаиваетесь право ношения второй панагии в пределах Белорусской Православной Церкви. Аксиос! В сугубую ектинию были включены прошения о сохранении творения Божия от избавления от коронавирусной инфекции, а также прошения о врачах, о благосостоянии всего мира. Молим Ти, всемилосердный Божий, помилуй Ни, исполни сердца наши светом Твоего благобогоразумия и прими покаяние наше, да возделывай мир Твой во благо душам и телесем нашим. Затем со словом к участникам богослужения обратился митрополит Минский Вениамин. В этот волнительный и вместе с тем торжественный момент жизни моей я с благодарностью к вам, ваше Святейшество, и Синоду Русской Православной Церкви, который определил мне столь ответственное и сложное служение. Не просто было мне осмыслить в эти дни такой поворот в моей жизни и сознаю, что невозможно понести свое служение без поддержки и прежде всего молитвенной вашего Святейшества. Собрать, без помощи молитвенной и поддержки всех жителей Беларуси. Патриарший экзарх всея Беларуси рассказал о праздновании в этом году 500-летия основания Жировичского монастыря и 550-летия явления Жировичского образа Божьей Матери. И от всей полнатой Беларусской Православной Церкви он преподнес его святейшеству точный список этой одной из самых почитаемых святынь Беларуси. Поблагодарив иерарха, патриарх Кирилл адресовал участникам богослужения первосвятительское напутствие, посвятив его толкованию слов из первого послания апостола Павла обращенных к Коринфянам и призывающих их к бодрствованию прежде всего в духовном смысле. Бодрствование – это действительно особое состояние человеческого духа. Это постоянное памятение о своем христианском призвании. Это постоянная, как я уже сказал, актуализация евангельских ценностей применительно к нашей конкретной жизни. Мы должны бодрствовать, как христианский народ Святой Руси. И в России, в Украине, в Беларуси, везде, где Слово Божие через скрещение в Киевской купеле, через труды таких выдающихся светильников, каким был Петр, митрополит Киевский, Московский, и всея Руси. Затем предстоятель обратился к новому патриаршему экзарху всея Беларуси. Радуюсь тому, что жребий, избрание на Минскую митрополитическую кафедру пришелся на вас. И я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал, давайте повременим или давайте подумаем, а может быть кто-то и другой есть, который справится не хуже. И мы надеемся, что в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси, у вас будет мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений могущих, нанести непоправимый вред, духовной и национальной жизни белорусского народа. Память о торжественном богослужении святейший владыка вручил митрополиту Вениамину крест и две панагеи. Архиереи белорусского экзархата, отмечающие в этом году юбилейные даты, были удостоены высоких наград русской церкви. В тот же день в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всеяруси Кирилла с архиереями Белорусской Православной Церкви, участвовавшими в патриаршем богослужении. Участники встречи обсудили вопросы церковной жизни в Республике Беларусь. Во встречу участвовали патриарши экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Заславский Вениамин, архиепископы и епископы Витебской, Пинской, Гродненской, Новогрудской, Брестской, Гомельской, Бобруйской, Туровской, Молодечнинской, Лицкой, Полоцкой и Пархий. Святейший патриарх московский и всеяруси Кирилл приветствовал собравшихся в этот особый день, когда был возведен сан митрополита новый первоэрарх Белорусской Православной Церкви. Когда тебя ставят во главе пасту, эту пасту становятся твоим народом, а ты отцом. Поэтому все национальные факторы, они все уходят. Но при всем этом сейчас национальный фактор Белоруссии обретает все больше и больше такую политическую роль. И поэтому, конечно, мы пришли к выводу о необходимости, чтобы сегодня во главе Белорусской Церкви был человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже для тех, кто стремится в нашей Церкви увидеть нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре и к белорусской жизни, чтобы на примере предстоятеля Белорусской Церкви, главы экзархата, видел человека плотью от плоти, кости от костей своего народа. Предстоятель Русской Церкви выразил надежду, что новый экзарх своим служением еще более сплотит епископат и духовенство. В Белоруссии, к счастью, нет тех опасных процессов, которые привели к страшному разделению Украины, где религия стала фактором не объединения, а размежевания людей. Конечно, очень важно, чтобы ничего подобного не было в Белоруссии. И поэтому я призываю всех вас, дорогие владыки, поддерживать владыку-метрополита, быть единомысленными, служить своему народу, работать с молодежью. Церковь православная это духовная сила нашего народа. И осознают это люди, особенно во время катаклизмов. Но сейчас время благоприятное, вот то время, когда нас с вами никто не притесняет. Мы имеем возможность трудиться так, как нам Господь велит, как подсказывает нам наша пастырская совесть. Поэтому еще раз хотел бы приветствовать сердечного владыку Вениамина, выразить пожелание, что вы будете действительно достойно осуществлять служение предстоятеля Белорусской Церкви, председателя Синоды, что епископат вас будет поддерживать и все вместе будете хранить каноническое православие на белорусской земле, ну и веру в сердцах белорусского народа. На этой неделе в Москве можно было поклониться честным мощам святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского, прибывших в столицу по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В течение нескольких дней ковчег с частицей мощей святого находился в главном храме вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке. Затем был перевезен для поклонения верующих в Донской монастырь. Эльвира Гордеева продолжит тему. Восемь часов утра торжественным шествием святые мощи архиепископа Симферопольского и Крымского Луки прибыли в Донскую обитель. Святыню встречал на месте к монастыря векарий святейшего патриарха епископ Бронницкий Евгений. В Большом соборе, где ковчег с частицей мощей святого для поклонения верующих будет находиться в течение недели, владыка Евгений совершил молебен с чтением Евангелия и славления святого. Это благодатная, хорошая традиция. Мы уже здесь не первый год. В том году мы тоже были в это время. И мы видим, что люди желают видеть эту святыню в городе Москве. Мы очень много получаем писем, очень много приглашений от обычных людей, которые нам пишут и просят, чтобы мы не оставляли этот добрый подвиг приезжать со святынькой в сентябре в городе Москве. Святой Лука один из самых почитаемых православных святых. К его мощам совершают паломничество тысячи людей. Как в сам Свято-Троицкий монастырь Симферополя, где мощи крымского чудотворца пребывают постоянно, так и во время путешествий в святыне по различным епархиям страны. Про Луку Крымского мы узнали относительно давно. Как раз, когда моя сестра поступала в медицинский, она молилась, чтобы святой помог ей с поступлением. И, слава Богу, сложилось все удачно. Сегодня пришли помолиться, а скоро поеду в Крым и приложусь уже к мощам основным, к святителю. Очень давно мы мечтали съездить, и вот скоро поедем с сестрой, с родителями на родину к святителю. Пришел, потому что Господь в святых своих прославляет, и мы в них прославляемся в святых. И жизнь без Господа просто невозможна, и жалко тех, кто не понимает того великого блага, который Господь дает нам, посылая к нам вот в мир, попуская, вот давая нам вот этих вот святых людей, которые молятся за нас постоянно, и благодаря которым в общем-то мы и существуем, и живем. До 9 сентября в Большом соборе Донского монастыря поклониться святыне можно будет с 7 утра до 9 часов вечера. Проводы мощи святителя Луки состоятся 10 сентября в 7.30 утра. Затем ковчег с мощами будет перенесен в храм живоначальной Троицы в Останкино. На этой неделе русская церковь праздновала сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. С давних пор этот святой образ считается особой святыней покровительницей Руси. Спасобородинский монастырь в Можайском районе Подмосковья с главным храмом в честь Владимирской иконы Богоматери в этот день отмечал престольное торжество. Архиерейское богослужение в храме возглавил викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман. Тему продолжит Эльвира Гордеева. Спасобородинский монастырь в Можайском районе Подмосковья единственный уникальный среди всех православных обителей России. Он является первым памятником героям Бородинской битвы и до середины 20 века крупнейшим воинским мемориалом в нашей стране. Непрестанно с момента создания святой обители и до настоящего времени здесь осуществляется молитвенное поминовение российского христолюбивого воинства за веру и отечество живот свой положившего как в Бородинском сражении так и в последующих войнах и конфликтах. В день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери здесь проходили также торжества в честь празднования 208 годовщины Бородинского сражения русской армии в войне 1812 года. Божественную литургию во Владимирском храме Спасобородинской обители возглавил викарий Московской епархии епископ Серпуховской Роман в сослужении духовенства Можайского благочиния. Христос истинный Бог наш молитвами Пречистой своей Матери святых славных и всехвальных апостолов и живосвятых отца нашего Иоанна архиепископа Константина Града Святоухтага преподобную и богоносную отца Матери нашей Рахили Бородинские святых мучениц Адрианны и Натальи их же и память совершает. По окончании богослужения Владыка Роман обратился со словом напутствия к молящимся, поздравив паству с Днем Средине Владимирской иконы Божьей Матери. Сегодня совершая память Владимирской иконы Божьей Матери праздник этой Святой Битери наши сердца обращены как всегда к Пресвятой Богородице которую мы имеем заступницей и хранительницей нашей и милость пред Богом она заступницей потому что во все времена Отечество наше и страны наше перед этим чудоторным иконам которые когда-то был перенесен из Влада Владимирова в Москву оставшим на сегодняшний день молится православный народ и мы верим что Матери Божией наша молитва слышит и исполняет нас. Владыка Роман также поздравил всех с Днем Воинской Славы России Днем Бородинского сражения и возглавил благодарственный молебен перед чтимым образом Владимирской иконы Божьей Матери. Кульминацией праздничного богослужения во Владимирском храме стал крестный ход по территории Святой Обители и далее по знаменитому и овеянному русской славой Бородинскому полю к монументу воспоминания избавления церкви от нашествия галов где был совершен молебен и заупокойное лития. Молитвенное шествие священнослужителей и мирян прихожан Спаса Бородинского монастыря сопровождала машина с передвижной звонницей. В труднодоступном поморском селе Варзагоры идет восстановление старинного Введенского храма. Это одна из задач проекта «Общее дело возрождение деревянных храмов севера». Церковь была совершенно обезображена в советское время и превращена в сельский клуб. Теперь требуется много сил и средств, чтобы вернуть ей прежний облик. Подробности в репортаже Елены Чач. Введенская церковь была построена в 1793 году. Ее главный престол был освящен в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Сейчас идет постепенное восстановление храма и его внешнего облика и внутреннего убранства. В Введенском храме, согласно проекту реставрации, были полностью заменены нижние венцы, несколько нижних венцов, полностью заменена кровля и в настоящий момент идет завершение установки центральной главки. Она была срублена на земле и освящена в прошлом году во время визита святейшего патриарха Кирилла. Мы сейчас устанавливаем лемех на главу, которая была собрана на земле, был лемех сначала вытесан на земле, установлен на саморезы. Сейчас мы ставим ее окончательно, на гвозди, полностью. Работы идут не только снаружи, но и внутри. Разобрана сцена, отреставрированы старые оконные рамы и сделаны новые. Но впереди еще немало труда. И это лишь один из многих деревянных храмов русского севера, которыми, по мнению владыки Александра, епископа Плесецкого и Карагопольского, надо заниматься безотлагательно, пока еще есть возможность сохранить эти храмы для потомков. Наша епархия Плесецкая одна из тех, которые могут гордиться тем количеством памятников, или, как сегодня говорят, объектов культурного наследия, именно выполненных в дереве. Но, конечно же, многие из них в силу материала требуют особенного внимания и скорейшего внимания к себе, потому что каменные храмы могут выдержать время запустения немножко подольше, а деревянные очень быстро придут в такое состояние, что мы назовем их утраченными, и потом восстанавливать придется только по картинкам, по сохранившимся фотографиям, и это будет уже новодел. Сохранение храмов деревянных я считаю на сегодняшний день одной из главных дел на территории Плесецкой епархии, которые нужно делать. В этом году в труд по спасению деревянных храмов внес свои коррективы коронавирус. Работы начались только в середине лета, но дело идет, и есть надежда, что к концу текущего сезона все запланированное будет сделано. Митрополит Омский и Таврический Владимир принял участие в церемонии открытия мультимедийной выставки «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Экспозиция организована в Год памяти и славы России в Историческом парке «Россия. Моя история». Ассоциации исторических парков «Россия. Моя история» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и при участии Российского военно-исторического общества. Экспозиция, состоящая из восьми тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, представив более 200 шедевров живописи отечественных мастеров с помощью современных цифровых технологий и мультимедийного оборудования. «Мы защищаем свою родину, поэтому мы должны показать все, что в ней было раньше, и не стесняться ничего, потому что все это на пользу нашей будущей поколении, чтобы они знали, потому что от нас зависит, как мы будем их воспитывать. Я благодарен и Патриаршему Совету и тем, кто принимал участие в этой работе». Посетители смогли увидеть ожившие полотна Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дельники, Александра Локтионова и многих других выдающихся художников. Впечатлениями от проекта поделился и глава региона губернатор Омска Александр Бурков. «Это, конечно, великое дело. Великое дело в память о тех людях, которые спасли мир от фашизма, в память о тех людях, которые сохранили нам жизнь, сохранили землю. Это, конечно, мне кажется, заставляет еще больше думать о тех причинах Второй мировой войны, о последствиях этой войны и, самое главное, о будущем, которое ждет человечество на земле». Омская область стала одним из 23 регионов страны, представивших столь масштабный мультимедийный проект. «Это рассказ о том, как художники, пережив эмоционально переосмыслив войну, доносят до нас всю правду об этих трагических событиях. Мы обязательно ждем молодежь и верующую молодежь, потому что это не просто сухие факты, это не просто цифры, это действительно эмоции, когда художник через свою душу, через свое сердце пропускает всю трагедию войны». Знаменитые произведения живописи с помощью спецэффектов, современных цифровых технологий и оборудования превратились в хронологию событий, примеры малоизвестных подвигов и факты жизни в тылу и на передовой. «Это нужно помнить обязательно о подвигах наших родных, дедушек, прадедушек, бабушек, кто служили на фронте, отдавали свою жизнь, чтобы в наше время мы жили над мирным небом». Продолжением выставки стал зал с произведениями омских художников. В день окончания Второй мировой войны в Новосибирске был открыт памятник врачам и медицинским сестрам эвакуационного госпиталя 2492. В годы Великой Отечественной войны он располагался на территории Первой городской клинической больницы. Здесь, в тылу, врачи поставили на ноги и вернули в строй десятки тысяч раненых бойцов, проведя более 15 тысяч операций. Сегодня мы открыли не просто памятник героям-медикам, работавшим в годы Великой Отечественной войны в Ивако-госпитале 2492 нашей горбольницы номер один. Мы открыли новую страницу великой и непрерывной истории нашего города и нашей области. В год всенародного 75-летнего юбилея победы Великой Отечественной войне и 90-летие городской больницы номер один мы сохраняем память о защитниках Отечества проливших кровь на полях жестоких сражений и память о великих тружениках тыла. Сотни тысяч раненых бойцов были спасены медиками. После лечения до 70% вернулись в строй. Каждый четвертый вернулся к труду на предприятиях тыла. И только 5% тяжелораненых несмотря на все усилия врачей и медицинских работников погибли или остались тяжелыми инвалидами. Дни и ночи боролись врачи и сестрички не жалея своих сил за каждого раненого, за каждого контуженного, за каждого больного, за каждого солдата Родины. Это был настоящий медицинский и трудовой подвиг. Примечательно, что в марте 1943 года на врачебной конференции перед хирургами Сибирского военного округа с докладом об опыте лечения огнестрельного остеомиелита в госпитале глубокого тыла выступал профессор воина-ясенецкий Владыка Лука. Его доклад был восторженно принят аудиторией. Причисленному клику святых врачу и архиепископу Луке на территории областной клинической больницы четыре года назад был установлен памятник. Сегодня появился памятник всем врачам-героям, работавшим в госпитале в годы войны. Дорогие друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память, воздаст честь и хвалу тем, кто в годы войны трудился в Эвако-госпитале здесь, на этом месте, на этой земле. Тогда они совершили подвиг. Подвиг на благо людей, на благо нашего Отечества. Но слова благодарности можно говорить не только тем, кто в годы войны трудился, но и тем, кто трудился здесь после войны, и тем, кто трудится в наши дни здесь. Потому что врач должен слышать слова благодарности и понимать важность и значимость его трудов на благо людей. Позвольте всех вас поблагодарить, пожелать крепость душевных и телесных сил, чтобы Господь вас хранил всегда. Спасибо вам за ваш труд. Авдзержинский появился памятник преподобному Антонию Великому. Этот святой, живший в 3-4 веках, был родом из Египта, прожил 105 лет, из них 85 провел в усиленном подвиге поста и молитвы. Всю жизнь он стремился к уединению, стал основателем пустыннослужительства, но Господь открывал его для людей. И ныне христианам России он так же близок, как и всем верующим во Христа на этой земле. В воскресенском благочине Нижегородской епархии у храма в честь преподобного Антония Великого митрополит Георгий осветил памятник этому подвижнику веры. Церковь у въезда в город Держинск в микрорайоне Северная Ворота уже 10 лет собирает прихожан на богослужение. Известен традиционный фестиваль антониевские перезвоны, на который сюда ежегодно съезжаются мастера колокольного звона из разных городов страны. Теперь прихожан и паломников будут встречать скульптурный образ святого Антония. Здесь черноречие православное храм преподобного Антония Великого стал для многих людей местом их духовной жизни. Я этому радуюсь, утешаюсь. Здесь такой небольшой рай. Мы видим, как здесь сад украшен, парк. Очень важно, чтобы мы свои города и села украшали святыми образами, чтобы они нас благословляли и охраняли. Преподобный Вочин Ашантония моли Бога о нас. Попечитель храма Валерий Артамонов обратился с благодарностью ко всем, кто пришел на открытие и освящение памятника. Именно это вот место стало для меня второй родиной. Где бы я ни находился, в стране, по миру, вот я возвращаюсь именно сюда. Здесь находишься в своем месте, на своей родине, на своей земле. Мы двигаемся постепенно к Богу ближе становимся. Надеюсь, будут приходить наши дети, внуки, правнуки испытывать потребности в духовности и здесь ее потерпать. В Антониевском храме уже давно есть дружная община. Прихожане рады, что теперь возле церкви появился памятник ее небесному покровителю. Памятник святого Антония Великого. Молимся ему, чтобы он помогал нас во всех наших проблемах. Мы ведь когда нам плохо, мы стараемся в храм бежать, какие-то вопросы с батюшкой решить. Сходишь на службу и вроде полегче, как на душе это, и жизнь вроде легче становится. В Санкт-Петербургской метрополии прошел фестиваль исторических театров Александр Невский, защитник земли русской, о котором нам расскажут наши корреспонденты, побывавшие в Усть-Ижоре. Это место обладает какой-то особой притягательной силой и духовной силой. С самого раннего утра граждане приехали на праздник. После божественной литургии в храме Александра Невского состоялся молебен, ведь ни одно дело православные христиане не начинают без молитвы. Каждый год в Усть-Ижоре проходит реконструкция Невской битвы, той исторической битвы, на которой Александр Невский разгромил шведов, мы лишний раз подчеркиваем всем нашим православным гражданам и молодежи, которая еще не определилась в вероисповедании, о том, какой путь прошел этот великий человек и как надо служить, как надо любить нашу Родину, как нужно верить в себя, в свои силы, верить в Бога. Потому что те изречения, те слова, которые Александр Невский тогда говорил, они сегодня по всему миру носят особый смысл. Не в силе Бог, а в правде. Или кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Это важнейшие слова, которые переносятся из поколения в поколение. Сами организаторы говорят о своем детищи так. Фестиваль Александр Невский «Защитник земли русской» это целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение и поддержание традиций русской культуры от времен правления Александра Невского до наших дней. Нас эта идея очень заинтересовала и захотелось все увидеть своими глазами. И правда, атмосфера, в которую мы попали, как будто перенесла нас из современного мегаполиса в 13 век. фестиваль неизменно проходит в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга в поселке Усть-Ижора. Именно здесь в 1240 году в устье реки Ижоры великий князь Александр Ярославович одержал победу в битве со шведскими войсками и за проявленную храбрость получил почетное прозвище «Невский». В память о всех защитниках нашей Родины, отдавших жизнь за други своя, на воду был спущен венок. Главным событием фестиваля стали реконструкция битвы русских воинов со шведами и конный рыцарский турнир. Для многих зрителей и особенно для детей история, известная нам только по учебникам, как будто ожила. Реконструкторы не только сами изготавливают доспехи, но и с особой тщательностью изучают историческое событие. С уверенностью можно сказать, что фестиваль становится культурным событием в жизни Петербурга. И, конечно, мы будем делать все для того, чтобы Устежорская земля была неким православным символом Санкт-Петербурга. Вот это святое место, где находится церковь имени храма Александра Невского была включена в туристический маршрут северной столицы. Наши православные паломники и гости города, которые, допустим, по водному маршруту посещают Шлиссельбург, крепость Орешек, где находилась тюрьма, также обязательно останавливались здесь. Я в ближайшее время обращусь к руководителю города, губернатору. С таким предложением мы будем отставить позицию, чтобы именно храм и достопримечательное место было включено. Потому что наши граждане и гости города должны знать историю Невской битвы, историю Александра Невского и почитать те ценности, которые у нас сегодня есть. Передавать это из поколения в поколение. А в Екатеринбурге проходит неделя семьи скрепа, приуроченная к сентябрьскому празднику святых покровителей семьи благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которая в этом году празднуется 13 сентября. Организаторами недели семьи выступает Общероссийская общественная организация 40-40 и фонд Святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга. На площадке фестиваля побывала наша съемочная группа. Слово Ольге Аверкиевой. Традиционно общегородской праздник День Семьи Любви и Верности фонд Святой Екатерины проводит в июле. Однако в этом году его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. И вот сейчас он проходит в другом и, пожалуй, более насыщенном формате. В таком формате неделя целая, где люди с улыбками, с любовью, с такими положительными эмоциями. Все поколения от мала до велика приходят на наши мероприятия и вспоминают, многие вспоминают о том, как вообще должно наше общество быть устроено. И поэтому вот я сам вроде бы как и организатор, с другой стороны я смотрю, как зритель и у самого такое настроение очень радостное. В рамках недели на полотинке каждый день проходит ряд культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих возрождение семейных ценностей. Организаторы постарались максимально разнообразить программу, чтобы для екатеринбургцев всех возрастов нашлось занятие по вкусу. ПЕСНЯ Так в рамках праздника ежедневно действуют лектории и летний кинотеатр, спортивная площадка и зона творчества. По теме создания укрепления семьи в рамках лектории перед уральцами выступают священники Екатеринбургской епархии. Во второй день фестиваля его гостей привлекло выступление священника Дмитрия Ваулина, который рассказал собравшимся о замысле Бога о человеке и презентовал проект, ориентированный на укрепление семьи, супружеские встречи, которые он возглавляет. Цель организуемых семейных встреч о том, чтобы научить супругов делиться друг с другом своими чувствами, переживаниями, уметь адекватно формулировать эти переживания сначала для себя, потом для супруга, научиться проговаривать их в форме не претензий, а в форме нейтральной констатации. Занятия проходят в трех форматах. Это индивидуальный, для каждого супруга в отдельности, для пары, и на последнем этапе темы прорабатываются в группе, когда все пары собираются вместе. Ведущие встречи это такие же супружеские пары, которые прежде прошли подобный семинар. В занятиях обязательно принимают участие священник. Выстраивание семейных отношений дело непростое, и нередко супружеским парам нужна помощь. И многие находят ее, участвуя в проекте супружеские встречи, презентация которого прошла в рамках лектории. И это не последняя познавательная лекция на фестивальной неделе. Фестиваль недели семьи Скрепа, приуроченный к празднованию памяти благоверных Петра и Февронии, продолжит свою работу завтра и последующие дни, и завершится 13 сентября. Максимально насыщенным ожидается последний день фестиваля. В воскресенье в праздник перенесения мощей святых Петра и Февронии в храме на крови состоится божественная литургия, с крестным ходом памятник у покровителей семей. В богослужениях примут участие многодетные семьи приходов Екатеринбургской епархии, а в историческом сквере в течение дня будут выступать лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах. Завершит праздник грандиозный концерт известной рок-семьи лидера группы Парк Горького Алексея Белова и певицы Ольги Кормухиной. Христиания – прежнее наименование норвежской столицы. Именно так и назывался Осло, когда там был открыт Народный музей, отражающий гордый и независимый дух жителей этой страны. На полуострове Бюгдой выросла настоящая миниатюрная Норвегия, фермерам и поэтам, аптекарям и политикам, рыбакам и священникам. Одной из постоянных экспозиций в музее является выставка церковного искусства, открывшаяся в 1935 году и существующая по сей день. Резные иконы издревле были известны со времен Крещения не только на Руси, но и в Норвегии. Доска алтарная, которая нам показывает полную альтернативу обычному иконостасу, где нет ненного изображения, конец 16 века, ранний период после реформации в Норвегии, где сформулированы истины веры, такой маленький катехизис и ни одного священного изображения. В 16 веке страна стала протестантской, а сторонники реформации требовали отмены почитания икон. Многие норвежцы не желали принимать реформу, но государственная власть в лице датских королей по сути не оставила им выбора. При этом в церковном искусстве того периода встречаются два вида иконостасов. Здесь мы видим музей церковной древности и музей этнографическом, собрание из различных храмов средних веков и позднего периода. И вот типичная как бы иконостас внутренний, который при алтарном является. В церковном музее, при этнографическом музее иконостасов, мы видим иконостасный ряд, который датируется на исходе 17-го, начало 18-го века. Удивительно, что в стране после реформации, в стране лютеранской, так богато представлены иконы, где церковь священной истории важнейших событий спасения человечества. Средневековая деревянная церковь Ставкирха из городка Гуль – самый знаменитый и впечатляющий экспонат коллекции Норвежского народного музея под открытым небом. Тоже относится к периоду начала 13-го века и во второй половине 19-го века была перенесена сюда королем Норвегии Оскаром Вторым. И здесь он реставрирован в обновленном виде, дает возможность посетителям обычным и верующим прийти и припасть к этим страницам норвежской истории, которые соединяются с верой в Бога. Особенно часто встречающийся орнаментальный мотив – драконы, длинные тела которых порой перевиты созвивающимися стволами и ветвями. Весь этот декор выполнен с исключительным художественным мастерством, и первые миссионеры сочли вполне уместным соединить в архитектуре храма местные традиции и традиции христианской веры. Удивительный храм 13 века и крыша над крышей, точно так же, как в Бургюн-Цирке и других таких древних норвежских церквях с крестами, переплетенными, правда, еще пережитками язычества драконьями головами. Этот храм, освященный на рубеже 12-13 веков, не раз перестраивался и расширялся. Церковь окружена переходом по нижней части, с крышей сверху, с резными столбиками, где это и создает эстетически другой вид храма, и где дает возможность в случае непогоды укрываться большему числу молящихся. В этнографическом музее можно встретить здания из сельской и городской Норвегии от средневековья до 20 века. В домах вас встретят хозяева в народных костюмах, а ремесленники продемонстрируют свое искусство. Традиционно множество людей собирают празднование Рождества Христова и Рождества Иоанна Предтечи. Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 14 сентября Черниговской, Гефсиманской, Александрийской, Августовской и именуемой Всеблаженная икон Божьей Матери. 15 сентября преподобных Антония и Феодосия Печерских, мучеников 362-28 в Некомедии. Обретение мощей преподобного Феодосия Тотемского, Калужской иконы Божьей Матери. 16 сентября священно-мученика Анфима епископа Некомедийского, мученицы Василисы Некомедийской, блаженного Иоанна Власатого. 17 сентября иконы Божьей Матери, именуемой Неопалимая Купина. 18 сентября пророка Захарии и правенной Елизаветы родители святого Иоанна Предтечи, преподобно-мученика Афанасия Брестского, благоверного князя Глеба во святом крещении Давида, мученицы Раисы и Раиды. 19 сентября воспоминания чуда-архистратига Михаила, бывшего в Хонях. 20 сентября предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобного Макария Оптинского. На этом время нашей программы подошло к концу. Прибывайте с Богом. Всего вам доброго.